Детская познавательная программа Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю На прошлой неделе на территории муниципального образования Город Десногорск спасатели управления по делам ГОЧС Привлекались для проведения работ Детский легкоатлетический кросс В этом кроссе 500 метров Надо с самого старта бежать С соревновательным темпом Не сдаваться Об этих новостях и не только подробнее Губернатор Смоленской области Алексей Островский Усилил свои позиции в национальном рейтинге губернаторов К переводу июль-август Главе области удалось переместиться с 46 на 43 место Рейтинг составляется путем анкетирования экспертов Которые всесторонне оценивают деятельность глав регионов на своих постах Среди успехов Алексея Островского Названы улучшения инвестиционного климата К этому относится строительство новых предприятий в области Которые быстро входят в число лучших в своей отрасли Также отмечается и успешная работа с населением Экспертам запомнилась двухчасовая прямая линия со смолянами Которую Алексей Островский провел летом нынешнего года 28 августа демонтировали игровой комплекс У реабилитационно-оздоровительного центра в Десногорске Детский городок хорошо знаком жителям и пользуется популярностью у детей Эта игровая площадка, пожалуй, одно из самых популярных мест семейного отдыха За долгие годы эксплуатации детский городок утратил свой привлекательный вид И в целом уже не соответствует современным нормам безопасности Новый игровой комплекс сейчас изготавливают и обещают разместить на прежнее место в середине сентября Работы проводит Десногорская компания служба благоустройства 29 августа православные отмечают третий спас, который также называют хлебным или ореховым В этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая Много интересного об этом празднике рассказали в историко-краеведческом музее Десногорска Подробности далее Хлебный спас – это незаслуженно один из самых малоизвестных у православных христиан праздников Наши предки называли этот спас полупраздником и считали итогом земледельческого календаря На хлебный спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освещали его в храме и подавали к столу К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами Ребята из Десногорского центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» очень внимательно слушали ведущих Они познакомились с русскими традициями и приметами узнали о процессе приготовления хлеба на Руси Затем сотрудники музея организовали для них различный конкурс Все они, конечно же, были связаны с главными символами праздника – орехами и хлебом Мальчишки и девчонки называли пословицы, собирали урожай, изготавливали обереги Мероприятие очень забавное, я узнала очень многого и мы делали обереги, было очень классно Я узнала многие пословицы, я узнала многие приметы, узнала, как делается хлеб, как делается мука Как пекли хлеб в старых годах в деревне, как пекли хлеб, я узнала Мы делали обереги, которые будут оберегать квартиру, комнату Конечно, особой восторг у ребят вызвало угощение выпеченный хлеб в настоящей печи Мероприятие прошло на позитивной ноте, все дети остались в полном восторге Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовы За два года расходы на сборы ребенка в школу увеличились в два раза В нынешнем году на подготовку школьника к новому учебному году родители тратят в среднем 27 тысяч рублей В 2017 году это стоило около 13 тысяч К расходам относится покупка школьной формы, обуви, портфеля, приобретение канцелярских товаров При этом цены в этом году выросли по каждому пункту Например, приобретение учебно-методических материалов теперь обойдется в более чем 3 тысячи рублей Два года назад комплект книжек стоил менее полутора тысяч О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказала заместитель начальника по делам ГОЧС по Десногорску Наталья Чувашова На прошлой неделе на территории муниципального образования города Десногорск Спасатели управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ По оказанию помощи скорой 7 раз По вскрытию дверей 1 раз По поиску людей на акватории водохранилища 1 раз За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 631 сообщение Из них 273 ложные Поступили и отработаны 11 просьб от населения Волонтерский опыт в скором времени будет важен для устройства на работу Графуз такой компетенции планируют разместить в резюме соискателей уже со следующего года С такой инициативой выступил Роструд По мнению ведомства, опыт волонтерства характеризует человека как наиболее инициативного и неравнодушного А именно такие сотрудники и нужны бизнесу в России Кроме этого, новая концепция согласуется и со стратегией развития волонтерства Которая действует до 2025 года Но представители малого и среднего бизнеса не очень довольны новой идеей Если брать на работу волонтера, то его придется время от времени отпускать на выполнение волонтерских задач А от этого бизнес скорее пострадает Спортивная школа Десногорска устроила забег для своих воспитанников Городская тропа здоровья стала испытанием на выносливость для мальчишек и девчонок У которых есть соревновательный дух Подробности далее Кто сильнее, лыжники или легкоатлеты? Это предстояло выяснить на тропе здоровья в Десногорске 28 августа Представители этих дисциплин, воспитанники спортивной школы Десногорска Готовились к легкоатлетическому кроссу Стратегия, которая поможет победить, у каждого была своя В этом кроссе 500 метров надо с самого старта бежать соревновательным темпом и не сдаваться Надо специально беговые сделать, чтобы быстрее бежать Ноги надо хорошо размять, чтобы очень хорошо пробежать и быстро Состав спортсменов – мальчишки и девчонки не старше 2005 года рождения Дистанция 500 метров, конечно, не марафонская Но требует полной самоотдачи, подготовки и, конечно, воли к победе С этим проблем ни у кого не было До финиша добежали все Мы этот кросс проводим уже второй раз Первый кросс был весной, вот теперь летом Значит, очень приятно нам то, что собираются наши спортсмены на такие соревнования Любим, уважаем спорт и хотим, чтобы нас было больше Участники и победители получили подарки и призы Но главная награда – хорошее и бодрое настроение Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ Привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России Призвана акция «Живи лес» Это мероприятие не имеет обязательного формата и каждый регион проводит ее по-своему В этом всероссийском мероприятии Смоленщина будет участвовать уже в восьмой раз Запланировано проведение семинаров с молодежью на противопожарную тематику А также лекции и выставки, посвященные сохранению лесов Кроме этого, традиционно проведут посадку молодых деревьев, а также уборку лесных участков Акция запланирована на территории Кордымовского, Демидовского, Красненского лесничеств Поучаствовать в мероприятии можно с 1 сентября по 31 октября И коротко о погоде 30 августа в Десногорске солнечно Температура днем плюс 22, ночью похолодает до плюс 9 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok